мы не раз с вами говорили о том что иммерсивный мастеринг это довольно скользкая тема дело в том что когда мы работаем например в формате dolby atmos в нашем распоряжении нет никакого мастер канала а на публикацию мы отправляем adm вов файлы то есть пакеты аудио данных вплоть до 128 каналов и в этой ситуации мы не можем использовать никакой групповой компрессии никакой групповой эквализации красящих корректирующих обработок все что мы можем сделать это qc контроль качества то есть проверить уровень громкости аудиозаписей на выходе и посмотреть нет ли каких-либо технических дефектов все на этом наша работа как мастеринг инженеров завершается тем не менее поскольку adm вов файлы состоят не только из объектов но из бедов беды мы можем дополнительно улучшить и вот на бедах мы можем уже применять какие-то групповые обработки более того если например нашим артистам нужны многоканальные плейбеки тогда мы можем отрендерить наши dolby atmos миксы в 7.1.2 в 5.1 или в 2.0 и уже сделать традиционный мастеринг сегодня я покажу вам какие есть нюансы при обработке файлов 7.1.2 прежде всего я буду показывать это все в вайвлаб про 11 потому что сейчас это пожалуй самое удобное самое понятное и самая многофункциональная программа для обработки бедов 7.1.2 или аудиозаписей 7.1.2 вы видите что я загрузил бед 7.1.2 в проект вайвлаб на аудиомонтаж и этот файл был разделен на несколько дорожек мы видим фронтальные каналы центр элефи риры сайды и топы таким образом мы можем обрабатывать всю вот эту композицию вместе и отдельно по каналам также мы можем применять обработки как на клипах так и на дорожках так и на выходе и мы можем это все мониторить с помощью измерителя super vision это очень удобный измеритель для работы с многоканальными форматами давайте послушаем и вы посмотрите что нам может предложить super vision частотная характеристика отдельных каналов гистограмма уровней волноформы измеритель громкости и распределение энергии по каналу вот мы видим что в риры заходит маловато энергии мы это можем исправить двумя основными способами можем выделить аудиоклип риров и немного поднять громкость вот таким образом можем добавить пару децибел или побольше а можем изменить громкость дорожки на которой расположен вот этот аудиоклип это мы можем сделать в инспекторе и здесь выбираем канал рир трек и делаем громкость повыше с помощью фейдера и вот мы видим более равномерное распределение энергии по каналам хорошо следующее что мы проконтролируем это лфи канал есть проблема с тем что когда мы рендерим 7.1.2 аудиозаписи из нуэнда и из любых других программ чаще всего лфи канал будет работать с полным частотным диапазоном что довольно странно послушаем в лфи у меня звучит бочка и вы можете видеть что помимо низких частот здесь присутствуют и средние и высокие хотя по идее лфи должен играть до 120 герц если мы видим вот такую картину значит нам нужно исправить звучание лфи с помощью конечно же эквалайзера выбираем дорожку лфи и будем делать обработки на треке берем эквалайзер который может работать в линейно фазовом режиме почему так потому что не забывайте лфи канал это часть большого аудиофайла 7.1.2 соответственно если мы не будем использовать линейную фазу могут быть какие-то фазовые искажения проблемы с совместимостью с другими каналами нам это не нужно поэтому мы делаем следующее включаем линейно фазовый режим выбираем срез либо 24 либо 12 дБ на октаву оба варианта работают хорошо и выставляем 120 герц почему 120 герц? потому что лфи может играть только до 120 герц некоторые звукорежиссеры выставляют лфи в 90 герц кто-то в 60 герц в общем каждый делает как считает нужным но стандарт это 120 герц послушаем лфи теперь шикарно теперь у нас не будет проблем с лфи закроем эквалайзер и послушаем как это будет работать в миксе мы слышим что бочка в лфи слишком гулкая мы это можем поправить изменив громкость дорожки лфи делаем это на фейдере например минус 2 или 3 дБ послушаем без лфи не хватает низа а теперь бочка хорошо подзвучивает низ но при этом она не слишком перенимает инициативу на себя супер мы уже сделали две простых корректировки и вы видите я не затратил на это кучу ментальной и физической энергии не нужно было городить какие-то непонятные обработки непонятные маршруты в общем делать лишнюю работу вейвлаб предназначен для подобных задач наилучшим образом класс таким образом мы можем применять обработки на отдельные каналы можем проконтролировать центр самый важный канал можем сюда спокойно добавить эквалайзер компрессор все что нам будет нужно но для сегодняшней демонстрации мне не кажется что нам нужно углубляться в эти дебри я сегодня хочу лишь рассказать о самых главных нюансах на которые следует обратить внимание при работе с иммерсивными миксами как раз на стадии мастеринга что мы сделаем следующее мы зайдем на output и посмотрим какие приборы мы можем использовать для обработки целого микса 7.1.2 вы видите что на output у меня по умолчанию загружен frequency я делаю это для того чтобы при необходимости я мог проконтролировать частотную характеристику всего микса целиком послушаем я не знаю что я не знаю что это Здесь не обязательно включать линейно-фазовый режим, потому что мы работаем с целым миксом одновременно. Тем не менее, все равно я рекомендую вам использовать линейно-фазовый режим, чтобы действительно не было никаких проблем, никаких заморочек. Обратите внимание на то, что Frequency реально работает с 7.1.2 без каких-либо ограничений. Мы это можем видеть вот здесь. Многие эквалайзеры, которые вы используете на стереомиксах, не подойдут для работы с многоканальными аудиозаписями. Проверьте все ваши приборы, действительно ли они поддерживают многоканальные операции, и только потом их задействуйте. Как это понять? Очень просто. Я сейчас добавлю MasterRig. И смотрите, что он пишет. Он пишет, что вот этот плагин не может обработать 10 входов одновременно. Это говорит нам о том, что такой прибор мы можем использовать только для стереоопераций. Мы можем загрузить MasterRig на отдельные группы каналов, на фронты, риры, сайды без проблем. Но использовать этот плагин на аутпуте нашего 7.1.2 аудиофайла мы не можем. Тем не менее, если нам нужны какие-то динамические обработки, в нашем распоряжении их очень много. Я сейчас покажу вам. Мы можем зайти в меню Steinberg. И здесь мы видим Brickwall Limiter, Compressor, DSR, Envelope Shaper. Все вот эти приборы работают с 7.1.2 без каких-либо ограничений. Вам может понадобиться, например, Squasher. Давайте я загружу пресет. Вот, MasterBassGlue. И мы послушаем, как он сработает на нашем миксе. Вы видите, что этот плагин действительно поддерживает многоканальные операции, поскольку индикаторы входного и выходного уровней сигнала показывают все наши каналы одновременно, а не только левый и правый каналы. Плюс не было никакого предупреждения, то есть это явный маркер того, что плагин действительно может работать в Immersive. Класс! Кроме Squasher мы можем задействовать много всего. Например, многополосный компрессор. Можем задействовать многополосный экспандер или Envelope Shaper. Никаких проблем. Все вот эти приборы я детально показывал в видеокурсе «Сведение и мастеринг в Cubase Pro». Если вы еще не смотрели этот видеокурс, настоятельно рекомендую это сделать. Ссылку я оставлю по подсказке. А пока продолжаем. Помимо Frequency, 100% нам потребуется какой-нибудь мастеринговый лимитер. Например, мы можем использовать Brickwell Limiter. Но здесь важно уточнить, что если мы хотим набрать немного громкости, тогда нам нужно перед Brickwell Limiter использовать еще и максимайзер. В Brickwell Limiter мы ставим ceiling минус 1 дБ, сдвигаем его ниже и открываем максимайзер. Все эти приборы спокойно работают 7.1.2. Я выбираю режим Modern, и теперь давайте немного увеличим громкость нашего микса. Вы видите, что сейчас происходит компрессия. Но я вам не рекомендую слишком сильно компрессировать миксы 5.1, 7.1.2 и миксы с более широкими канальными конфигурациями. Потому что компрессия будет применяться ко всем каналам, и это может звучать не очень хорошо на выходе. Тем не менее, слегка поджать сигналы мы можем без каких-либо ограничений. И вот таким образом, смотрите, я включил Frequency, потом немного увеличил громкость на максимайзере, а Brickwell Limiter делает так, чтобы все у нас соответствовало необходимым стандартам. То есть, чтобы мы не выходили за минус 1 дБ полной шкалы на выходе. Мы видим перегруз входа, но поскольку мы работаем в секвенсоре с разрядностью 64 бита с плавающей запятой, нам это безразлично. Пока мы не выходим в файл, то есть пока мы не рендерим наши аудиозаписи, мы можем превышать входные уровни, выходные уровни, сколько угодно. Никаких проблем в этом нет. Поэтому не пугайтесь, если вы видите, что что-то заходит в красное. Конечно, этого следует по возможности избегать, но тем не менее, это не конец света. Давайте посмотрим, что нам сейчас покажет Supervision. Supervision показывает уровень громкости в минус 10 LUFS для многоканальных аудиофайлов. Это, конечно же, слишком много. Обычно мы стремимся добиться уровня в минус 18 LUFS, но для данной демонстрации я хотел показать, что мы можем добиться любой громкости, которая нам нужна для самых разных задач. Если мы будем публиковать эти файлы на стримингах или использовать их для бродкастинговых задач, тогда нужно добиться или минус 18 LUFS, или минус 23 LUFS, или минус 27 LUFS, в зависимости от платформы, на которой мы это все будем публиковать. Тем не менее, если мы захотим подготовить плейбеки для артистов, часто нужно, чтобы они были достаточно громкими, мы можем добиться и минус 10 LUFS без каких-либо проблем и ограничений. Также следует отметить, что сейчас мы слушаем даунмикс нашего 7.1.2 аудиофайла в стерео. Это происходит в секции Master Level. Вы можете видеть, что когда я нажимаю на Default Channels, мы не можем переключиться на прослушивание 7.1.2, поскольку для записи я сейчас суммирую все в стерео. Тем не менее, мы видим, что появляются фейдеры контроля каждой отдельной группы каналов, и WaveLab предлагает нам прослушивать это все в стерео, поскольку мы сейчас записываем и суммируем все в стерео. В общем, WaveLab действительно включил нам все в стерео. Очень умная, очень продуманная, очень удобная программа для многоканального мастеринга. Если вы хотите больше узнать о многоканальном мастеринге, посмотрите видео, посвященное этой теме, которое является частью курса сведения и мастеринг в Cubase Pro, а также, если вы хотите увидеть полный процесс мастеринга файлов 7.1.2 в WaveLab, напишите об этом в комментариях. А пока большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok